Сергей Анатольевич, спасибо, что встретились с нами. Я понимаю, это самый суетливый конец года время. И тем не менее, несколько вопросов. Один из них, самый главный, наверное, итоги 2018 года. Что же сегодня вы можете нам сказать? Чем заканчивается для КАМАЗа 2018 год? Основным событием этого года было автомобили пятого поколения К5, о котором мы говорим. Это вопрос номер один для нас. Как мы с этим поступим? Что из этого получится? Правильны были ли наши расчеты? Пока мы видим, что автомобили проходят испытания. Фактически мы готовы к производству этих автомобилей. Чуть сложнее с поставщиками, но тоже успевают все подтянуться. И я уверен, что в следующем году мы сумеем выпустить первую партию автомобилей и стартовать во втором полугодии с продажами. Предложив нашим потребителям уже самую современную технику. Та, которая будет обеспечивать наше будущее на ближайшие 15 лет. Настолько быстро сейчас все в мире меняется. Я говорю 15 лет, надеясь на то, что мир будет изменяться хотя бы теми темпами, что это происходит сегодня, и не ускорится еще. В любом случае, заложив такую основу, как новый двигатель, новый автомобиль, вот этот прекрасный завод, где мы с вами находимся, И вот это все обеспечивает те мечты, мысли, наши заделы, которые КАМАЗ много лет вынашивал, готовился. И вот мы встали на порог их полноценной реализации. Много усилий потратили. Были сложности, которые не зависели от нашей компании. В частности, проблемы с экспортом, которые мы испытывали, это однозначно санкционное влияние. Потому что не столько проблемы с клиентами, сколько с расчетами. То есть, американские санкции привели к тому, чтобы банки во всем мире стали крайне осторожны. Чтобы провести платеж, особенно долларовый, это нужно иметь большое искусство в этой работе. Не всегда мы с этим справлялись. В конце концов, это привело к тому, что показатели по экспорту тоже не будут выполнены. Переход этих контрактов на следующий год дает уверенность в том, что на следующем году успехи будут лучше. Все-таки К5, вот это новое поколение автомобилей, это уже премиум классов. Неоднократно об этом говорили. Откуда и в чем ваша и всего КАМАЗа уверенность, что у нас получится с этим продуктом выйти на рынок. Он успешно будет реализовываться. У него будет клиент, а мы сможем на этом заработать. Когда я говорил о том, что мы взяли отрезок следующего этапа нашей жизни 15 лет, я могу сказать, что если бы мы не приняли этих решений 2-3 года назад, когда мы вынашивали, приступали к разработке и переходили на выпуск автомобилей четвертого поколения, то в течение ближайших 5 лет компания вообще потеряла бы себя. То есть это гарантировано сворачиванию деятельности, потому что мы видим, как изменяется тренд на рынке. Он идет в сторону более сложных, но более эффективных автомобилей. То есть теперь клиент начинает считать, сколько он потратит, сколько он заработает, какой ресурс автомобиля, сколько расход топлива, насколько удобно водителю. Я вчера был в Индии, беседовали с нашими партнерами о ситуации в Индии. Там все решения приняты в переходе с 2020 года на Евро-6. Мои вопросы, а готова ли экономика к такому подражанию транспорта. Ответ был такой, что даже Конституционный суд рассмотрел эти решения, обратного пути не будет. Страна в таких размерах, как Индия, особенно по населению, принимает решения и идет вперед в развитии автомобилей. На уровне Евро-5, тем более Евро-6, разница между лоукост и автомобилем премиум класса, она уже не такая большая. То есть все, что мы должны делать с обычным автомобилем, приводит к серьезному удорожанию. И тот ресурс на лоукост автомобиле, его потребительские свойства не дают клиенту возможности зарабатывать. Поэтому он вынужден разворачиваться и идет в сторону премиум-сегмента. Но на сегодня рынок России в премиум-сегменте уже больше 50%. То есть все уже произошло, можно рассуждать на тему, надо это или не надо, но все уже случилось. И мы в этот поезд успели сесть и пошли вместе с ним. Конечно, есть проблемы инвестиционной активности. В стране все-таки закончились такие крупные проекты, как Крымский мост, как стадионы к чемпионату мира. Вот это стройки, которые были определенным драйвером, они подтягивали строительный сектор. Строительный сектор за собой тянул и нас, и производство материалов. То есть и автомобили были востребованы. Ну, соответственно, если это закончилось, вот сейчас у нас расчет, наверное, все-таки на тот майский указ президента, в котором обозначены 12 направлений развития экономики нашей страны. В частности, там такой термин, как безопасные автомобильные дороги. Соответственно, разрабатывается программа по широкомасштабному строительству и модернизации дорог нашей страны. Вот это важное начинание, соответственно, будет работа у строителей, будет работа у нас. Вот и никто же не может сказать, что дороги сегодняшние нас устраивают. Это задачка, которую можно начать решать, она затянется на десятилетие, потому что это надо строить, строить, строить и строить. Учитывая еще размеры нашей страны, то есть там, где можно обойтись короткими промежутками, у нас в нашей стране всегда это большие расстояния, большие объемы. Ну а доля перевозок автомобильным транспортом, она же не падает, а растет. И те транспортные компании, которые сегодня занимаются перевозкой грузов, это высокотехнологичные, очень современные подходы у этих транспортных компаний. С внедрением цифровизации, с усовершенствованием парка и способностью управлять этими парками на очень высоком уровне. То есть идет укропнение компаний, повышение требований к нам. Вот очень интересные с ними встречи. Вот они много дают мне, как руководителю, нашим конструкторам, которые понимают, а требования поменялись. Как-то я приводил пример, что если 200-300 тысяч пробегов в год, то даже миллионный ресурс автомобиля это уже не какое-то чудо. То есть за 3-5 лет автомобиль вырабатывает свой ресурс, клиент начинает думать о приобретении нового. Именно в таких крупных компаниях это происходит, и это залог нашего успеха, потому что спрос будет постоянно возобновляться. Мы научились, еще будем учиться, как реагировать на это все. Но вот с автомобилем третьего поколения, с нашим традиционным, реакции никакой быть не может. Реакция возможна только на следующем этапе развития нашей техники. Сергей Анатольевич, а как Вы считаете, наш потребитель готов к такому продукту, который мы будем выпускать? Или потребуются дополнительные какие-то государственные меры? Ольга, судя по тому, что 36% рынка премиум сегмента занимают, даже не 36, 42% рынка премиум сегмента занимают предприятие B7, так называемое, большой семерки европейской. О чем мы говорим? Потребитель был готов раньше, чем мы начали. Сергей Анатольевич, еще об одном продукте, хотелось бы поговорить о нашем продукте, новом абсолютно, это электробус. Как Вы можете оценить наш первый опыт, учитывая, что контракт выполнен, первые 100 автобусов уже в Москве, уже какие-то есть первые результаты. Наверное, Вы что-то знаете больше, чем знаем мы. Павел, пока не 100, пока только 31, сегодня сдают еще 5 единиц, до конца года мы должны были поставить 50, стремимся это выполнить. Это сложный продукт. Москва сдала достаточно высотку и планку по комплектации электробусов. И самое главное, для нас это первый опыт работы по контракту жизненного цикла. Мосгортранс покупает у нас коэффициент технической готовности, то есть выход на линию электробусов. Если мы не обеспечиваем, то, соответственно, они платят за фактический выход, еще предъявляют штрафные санкции. То есть все понятно и просто. Мы были вынуждены перейти к этому, и я очень доволен, что это произошло, потому что это школа. Конечно, все наши службы, особенно в службе продаж и сервис, они хотели бы этот этап оттянуть. Лучше продать и выполнять гарантийные обязательства, забыть, что там. В отношении с Москвой это не получается, и это для нас школа. Наверное, мы набьем шишек, наверное, мы потеряем какие-то деньги. Но то, что мы научимся, это 100%. Потому что была неоднократная попытка наша прийти на рынок Москвы, и она не заканчивалась успехом для нас. Все время находились причины. Главной из них была, конечно, наша неготовность, наверное, работать на этом премиальном рынке. Поработав в грузовых автомобилях, мы стали понимать, что и в этом сегменте надо иметь тот продукт, который соответствует, в общем, мировым требованиям. И к автобусу, и к электробусу. Неплохо поработали наши конструктора в НТЦ. То есть продукт получился. Придется еще достаточно долго работать над его ресурсом и надежностью. Это понятно, что слишком много электроники, много тех областей, в которых мы еще не все знаем. Но работа идет. Мне очень приятно, что на улицах Москвы сегодня 30 электробусов перевозят пассажиров. Это экологически чистый транспорт. В нем приятно находиться. Ну, получается, как раз это и есть тот самый клиент, который предъявляет уже не просто по какой-то претензию, какие-то требования, наоборот, к технике, но и хочет комплексно купить услугу. И это как раз Москва. Совершенно верно. Это то, к чему мы придем в какой-то период времени. Вот сказать, сколько это понадобится. Три, пять лет, может, десять. Но это будет касаться не только автобусов и электробусов, это будет касаться и грузовых автомобилей. Наша лизинговая компания сейчас готовится, обсуждает вопрос оперативного лизинга. Вот это предоставление в аренду автомобиля на какое-то определенное время. Не передача в лизинг финансовый, а... Это значит, автомобиль будет оставаться у нас на балансе, и мы будем владельцами огромных парков собственных же автомобилей, предоставляя их в аренду, и мы будем учиться зарабатывать на этом. Со следующего года мы присплютим к такой функции продаж. Тоже это сложный вопрос, но надо научиться. Соответственно, и будем учиться, и научимся. Сергей Анатольевич, а это получается развитие только нашей инновационной тематики, в том числе зеленого семейства, газовых автомобилей? И вообще, как вы оцениваете вот эту нашу газовую тематику, которую КАМАЗ тоже проводит? Насколько вы удовлетворены ею? Как она себя чувствует, если спрос на рынке? Может быть, поведение государства изменилось? Может быть, поведение бизнеса? Декларация заинтересованности в развитии газомоторного топлива остается. И надо сказать, что федеральная правительность не только декларирует, но и делает. Потому что субсидии на ту долю удорожания техники, которая сегодня ложится на автомобили, оборудованные газомоторным топливом, государство выплачивает. Сегодня, наверное, не хватает немного денег на эти функции, потому что все-таки рынок растет. Мы в этом году, по-моему, 1400 автомобилей выпустим на газомоторном топливе. Помогает, конечно, сегодня и очень серьезный диспаритет цен. Когда за 40 рублей далеко перевалилась стоимость дизельного топлива, литра дизельного топлива, то, соответственно, газ стал очень интересен. Я обратил внимание, что все второе полугодие особо интересным продуктом стали тягачи по газо-дизельному циклу. Вот если раньше наши продавцы уговаривали, что предлагали, то сейчас в конце года просто все, что мы произвели, оно улетает. Были бы возможности сделать больше, сделали бы. Совсем не дает тот этап, когда мы достигнем той серийности, которая позволит экономическую целесообразность приобретения без субсидий уже иметь. Я не берусь сказать, когда это. В следующем году произойдет или в 2020 году. Но мы приближаемся к этой черте, потому что серийность растет, появляется опыт работы. И, конечно, в России газомоторное топливо это очень перспективное топливо. Во-первых, мы крупнейшие в мире производители газа. Во-вторых, решение проблемы экологии с газом это гораздо проще, чем с любым другим видом топлива. Технически не так просто, но, тем не менее, опыт уже появился. Мы видим интересные решения и продолжаем заниматься разработкой и нашего нового двигателя, перевод его тоже на газовый вид топлива, только потому, что мы верим в будущее. Например, один из наших партнеров Узбекистан, где мы в этом году достаточно успешно организовали продажи, сборку автомобилей, видим перспективу роста. Там вообще не нужно говорить с клиентами о газовом топливе. Там просто люди предпочитают, если ты поставишь два автомобиля на газовом топливе и на дизельном, они выберут газовое топливо. Даже несмотря на то, что это дороже. То есть цена газа по отношению к дизелю, она позволяет людям обращать свое внимание только на это. Поэтому уверенность в том, что газовое топливо будет в нашей стране развиваться, у меня есть. Сегодня такая под конец года сложилась несколько нервозная, что ли, ситуация. Очень много вопросов, очень много волнений у персонала компании. Какие все-таки планы у нас, у КамАЗа на следующий год? Какие события нас ждут? Что вы уже сегодня видите в этом направлении? Мы не ждем роста рынка относительно этого года. Спрос отложенный был удовлетворен. Есть определенные неуверенность в завтрашнем дне у наших клиентов. Они стараются отложить покупку на более поздний период. Но бесконечно это не продолжается. Я начал заниматься работой с корпоративными клиентами. У себя блокнуть ввиду определенный список по перспективным проектам, которые нужно отрабатывать нашим специалистам. В частности, две крупнейшие в стране компании оператора по утилизации мусора. Проговорили, разобрались, какая техника им нужна. Сейчас мы отрабатываем с тем, чтобы они могли выйти на закупку на следующем году довольно серьезных партий автомобилей. Просто не все мусоровозы сегодня мы имеем в наличии. Нужно будет поработать с перепривязкой каких-то других установок, предложить другие шасси. Ну, это половина. Половина то, что у нас сегодня уже есть. То есть люди готовы покупать. Интересная была встреча с Почтой России. Огромный парк. Их уже не интересует наша опять-таки старая техника, потому что у них большие пробеги, большие плечи, им важен ресурс и надежность. То же самое. То есть мы предложили ту технику из четвертого поколения, К4, которая сегодня, они эксплуатируют другие автомобили, Хина, еще что-то. Они отзываются с пониманием. У нас заканчиваются в этом году контракты на Роснефть и Газпром. То есть в следующем году нужно будет выходить на перезаключение очередных длительных соглашений. До этого мы работали три года по соглашениям. Ну, это партия машин, которые превышают 2000 единиц за 2-3 года. Очень неплохие направления. Я смотрю, как это все происходит. Включая и экспорт, появляется уверенность, что на следующий год мы сможем сформировать уже сегодня потенциально тот портфель заказов, который нам необходим. Самый сложный, это, конечно, январь. Месяц, в котором все спят не только в России, но и во всем мире. Ни о чем нельзя договориться. Никаких решений не принимают. У кого-то бюджетный год смещается, с 1 апреля начинается. Ну, работа идет. Неплохие контракты у нас есть на Вьетнам. Сегодня в набережных челнах представители Туркменистана находятся. Они два дня работали с нашими представителями ВТК, ВТК, внешнеторговой компании. Они смотрели, что у нас есть нового из техники. И я понимаю, что это сотни автомобилей будет формироваться по их приезду и докладу домой. Туркменистан, Вашхабад будет формироваться тот портфель заказов, о котором мы сегодня уже знаем. Это сотни автомобилей. То есть вот такая работа и направление экспорта ведется. Сергей Анатольевич, теперь от проблемы идем к более приятным событиям. Вот было 13 декабря. КАМАЗ отметил 49 лет. А следующий год, точнее уже наступивший, для нас юбилейный. Что в итоге произойдет на КАМАЗе в городе Набережные Челны? Как мы, как компания, будем встречать, содействовать встрече и праздновать остальным городом, республикой, даже страной этот наш юбилей? Первое, на чем бы я остановился, это, наверное, то, что город Набережные Челны намерен объявить следующий год годом КАМАЗа. Это наша совместная с Марией позиция. Да, это серьезные события. Де-факто это день рождения города. Когда начал строить КАМАЗ, Челны стал приобретать те перспективы, которые есть сегодня. Запланировано множество мероприятий в течение года. Мы же не можем в нашей огромной корпорации вот 13 декабря отметить день рождения. По нашей численности ни один зал не вместит такое количество людей. И очевидно, что это будет по многим нашим предприятиям, растянутые во время мероприятия. Будут вручены государственные награды. Мы сделали уже представление. Планируем выпустить хорошую книгу. Я еще не видел и не думал до конца о сценарии самого финального праздника. Но к 50-летию мы точно запустим этот завод. К 50-летию мы точно запустим производство новых моторов. К 50-летию мы точно выведем на рынок автомобили пятого поколения. Я считаю, что вот эти события они являются главными показывают, что компания имеет будущее имеет перспективу и наши люди способны создавать ту технику которая сегодня относится к премиум-сегменту. Ведь 5 лет назад мы даже и не думали об этом, что мы это сможем сделать а сегодня мы уже это делаем. То есть вот это главное событие. Вот я бы отметил еще что идеи, которые родились у нас на КАМАЗе там в частности я был их проводником что нам нужно получить толчок в развитии социальной среды нашего города. Потому что очень большое желание превратить город Набережной Челны из города для работы в город для жизни. Вот это крайне важно. Но социальная среда города недофинансирована. И по нашей инициативе Рустам Нургалевич Мениханов и Сергей Викторович Чемизов обратились с просьбой президенту нашей страны о развитии города в преддверии 50-летия КАМАЗа. Это не будет сделано все к 50-летию. Это дорога которая займет ближайшие 5 лет. Наша цель была увеличить капиталовложения в развитие социальной сферы нашего города. Президент подписал письмо и поддержал это начинание. Мы начали отрабатывать с федеральным правительством, с федеральными министерствами. Нашли живой отклик в этом вопросе в республике. Надеюсь, что и наш мэр радуется, что у него появится возможность очень серьезно изменить структуру нашего города. Там такая толстая пачка план мероприятий был подготовлен. Очевидно, что весь он поддержан быть не может, потому что в республике и в России ни один город набережной Челны достаточно много. Я для себя поставил галочку, что наиболее желательно это цифра удвоения капположений развития города. Это и строительство жилья, это и строительство социальной сферы. Возьмем, например, то, что остро не хватает спортивных сооружений. Нужно, нужно. И построив один спортивный зал или один лед дополнительный, мы же не изменим ситуацию в городе. Правильно? То есть это нужно 4-5 крытых рядовых площадок, несколько спортивных арен, когда мы опрашивали и беседовали с мэрией, а что еще наиболее важно? Был упор сделан на медицину, отрабатывается тема строительства онкологического центра, реконструкции инфляционной больницы. Я считаю, что в нашем городе с полумиллионным населением обязательно должны быть полноценные театры, русские и татарские. То же самое. Мы вышли с этим предложением, чтобы это было в программу развития включено. Что из этого получится, я не знаю. Та задача, которая стояла передо мной, чтобы президент страны поддержал это начинание, она выполнена. Я сам встречался с первым вице-премьером, мы обсуждали эту тему. В принципе, я получил от него поддержку. сейчас это делал президент республики и мэра нашего города. То есть реализовать подпись президента страны в реальные действия. Я, со своей стороны, готов оказывать поддержку, имея определенное влияние на федеральном уровне, но это уже больше задачи местной власти. но я считаю, еще раз подчеркну, что наш город заслуживает быстрого улучшения, потому что те люди, которые живут и работают в нашем городе, они заслуживают лучшего в отношении среды проживания. Я несколько лет назад сказал, что город Набережная Челны должен приблизиться к отметке 600 тысяч и больше, но сейчас это происходит, мы видим, что численность города растет, рабочих мест становится все больше и больше. И наша компания работает в разных городах нашей страны, не только в нашей стране, я снимаю шляпу перед нашими жителями и нашими сотрудниками, потому что любая задача, которая решается здесь, она решается быстрее и дешевле, чем решить можно в каком-либо другом городе. Это вот качество людей, качество персонала, умение работать, ну и в конце концов школа. Очень меня беспокоит ситуация с молодежью, когда я увидел динамику за последние пять лет, как снижается количество молодых ребят и девушек, окончивших школы, поступающих в ВУЗы, то есть это пугающие цифры, что интеллект из города уезжает. Очевидно, что это направление Казань, Москва и Санкт-Петербург, это не факт, что они оттуда вернутся. Скорее всего, точно не вернутся, вот это другая среда, вот это сильно обеспокоило. Мы сделали когда-то первый шаг, приведя в город Казанский федеральный университет, это с историей учебное заведение, получили ли мы все, что ожидали, ректор Казанского федерального университета держал свое слово, инвестиции в развитие учебного корпуса, учебные базы были значительны, но они все равно отстают от тех требований, которые предъявляет время. Сейчас это тоже одно из основных наших направлений, то есть ставим целью себе развитие этого учебного заведения до серьезного учебного учреждения. Да, это федеральный университет, но сегодня мы обсуждаем и с Московским государственным университетом, и с университетом Баумана о том, чтобы привлечь их ресурсы, их кафедры на территории набережных Челнов. В Бауманку традиционно из Челнов достаточно много ребят поступает, даже у меня один из сыновей уехал и учится в Бауманке, уже в следующем году заканчиваю, и там ручеек туда постоянно течет, несмотря на то, что сложный вуз, ну, наверное, если мы сумеем вуз привезти сюда в союзе с Казанским федеральным университетом, их школу инженерную, вот это будет проще и надежнее, потому что как бы мы вот ни говорили, мобильности населения, то, что мы привлекаем сегодня из рубежа даже специалистов, если понадобится, они уже сели здесь, многие из них даже и не думают, что им надо будет возвращаться, они просто уже пустили здесь корни, живут, их все устраивает. Тем не менее, самые яркие специалисты, инженеры, они выходцы из намеженных челнов. То есть, другое отношение. Это мой дом, моя родина, я работаю на самом крупном предприятии, очевидно, другая отдача. Эти яркие личности, мы не должны их терять, нужно создать условия, чтобы они оставались здесь. Это, как я говорю, еще одна задача, ее тоже нужно будет постараться решить. Сергей Анатольевич, если у нас еще есть время, можно один вопрос? Вот на днях открылось совместное предприятие, совместное производство с китайцами, а с кем еще планируется сотрудничество в перспективе, в ближайшей? Это больше будет крен в сторону Дальнего Востока, Азии, либо попытаться как-то наладить отношения с Европой, несмотря на напряженность политическую, либо мы уже самодостаточные и нам больше ничего не нужно. Ту идеологию, что мы в свое время объявили, о том, что мы сделали по ключевым автокомпонентам ряд совместных предприятий, это двигатели, коробка, тормозные системы, в основном это американские и европейские компании были. Потом мы стали действовать так, что мы создавали условия для прихода сюда поставщиков. Ну, это вот наш проект Кипмастер. Конечно, всех устраивало то, что не нужно делать капитальное наложение зданий и сооружения. Готовая площадка, оборудованная всем, обеспеченная энергоносителями, охраной и прочими сервисными услугами. Это всех устраивало, поставщики приходили, располагались и довольно успешно работали. Сейчас наступил период именно из-за политической ситуации определенного крена в сторону Востока. Но и страшного-то в этом ничего и не происходит, потому что промышленность Китая сегодня так развелась, получив доступ к технологиям и США, и Европы, они очень быстро сумели научиться, что сегодня, когда ты выбираешь между Европой и Азии. Часто Азия выигрывает, потому что они предлагают то же качество по более разумной цене. У них задача стоит выхода за пределы Китая, то есть экспорта, они ее стараются решить. Вот тот пример, когда мы с компанией Дун открыли производство сцеплений, он очень показательный, потому что с нашим давним партнером ЗТФ, мы об этом говорили 3-5 лет, обсуждали, что это надо делать, не получались финансовые кейсы, тут недостаточно, объемы не те. В конце концов мы стали покупать сцепление в Китае, увидели, что качество у них очень хорошее, предложили им локализацию здесь. У них на принятие решения ушло немного времени. Я не проводил сам переговор, это сделал вице-президент по закупкам, господин Шамсуддинов, не знаю, какие он слова нашел, но производство сформировано, запущено, работа идет. И вместе с этой компанией пришли другие китайские компании, которые тоже говорят, а мы тоже хотим на рынок России, вот наш продукт, мы готовы инвестировать, без каких-либо обременений и условий с нашей стороны. КамАЗ говорит, что вот моя потребность, мы проводим испытания, видим, что продукт соответствует и дальше они делают все сами. Это очень важное направление для нас вообще. Мы будем это приветствовать и дальше, будут продолжать развиваться такие поставщики, там, где необходимо мы будем участвовать в капитале, А вот площадка будет наша или какая-то другая, это уже вопрос, потому что сегодня в городе диспаритет. Вот есть ТАСЭР, я сам, в общем-то, был проводником того, чтобы городу дали возможность иметь, но там есть ограничения, то есть не более 50% на КамАЗ, то есть должно быть меньше 50% поставки продукции на КамАЗ. А условия налоговые на 10 лет ставятся такие, что мы, например, конкурировать не сможем. То есть если там 7,3% налог на фонд заработной платы, а у нас 30%. То есть очевидно, что в этом случае мы волей-неволей уже начинаем брать крен на те производственные площадки, что есть у КамАЗ, где есть ТАСЭР, но этот ТАСЭР не связан с ограничением по работе КамАЗа. К сожалению, так построена федеральное законодательство. Других производителей различных видов промышленной продукции, не связанных с автопромом, в принципе, достаточно. Например, яркий китайской компанией ХАЙР. Да, вот пришла компания, села у нас кипмастерю, мы помогли им разведиться, они увидели, что рынок в России хороший, они продолжают строительство дальше. Вот это в идеале до 5 тысяч рабочих мест в городе Набериной Челны. Это совершенно другая область, но тем не менее это тоже производство. Из нашего города невозможно сделать город-услуг или финансовый какой-то город. Он обречен быть промышленным центром. Насколько он сможет быть? Первая моя оценка, это минимум, которое нам нужно, 600 тысяч и выше. Если темпы развития будут дальше, то вторичная урбанизация, о которой говорят сегодня о всем мире, приведет только к одному, что город Набережной Челны будет разрастаться. Надо быть к этому готовым и развивать социальную сферу, строить жилье. Мы же видим с вами, что цены на жилье в городе Набережной Челны в принципе не сильно отличаются от того, что в Казани. Почему? Значит, есть спрос. Это же незатратным методом спрос формируется. А в том, что по оценкам городских властей в его внутреннем валовом продукте, я имею в виду город Набережной Челны КамАЗ, все меньше и меньше занимает процент с каждым годом. Это проблема для КамАЗа или нет? Это была цель, которую мы перед собой ставили, формируя такие проекты, как Кипмастер, ПАСЭР. Потому что еще раз я житель сегодня города Набережной Челны и я понимаю, что наш бизнес, который связан довольно сильными колебаниями рынка, нельзя ставить город в зависимость только от нас. Вот эта диверсификация, размывание, переход в другие области, они позволят эти рыночные колебания нивелировать. Но вообще не зависеть от КамАЗа город не может. Потому что мы слишком большие. Влияние наше снизить можно, а в целом уйти от зависимости. Город построен для КамАЗа, КамАЗ построен для города, для страны. Поэтому так и будет продолжаться. Степень влияния должна быть меньше. Сергей Анатольевич, а то, что от ОАТ мы ждем, это продукция европейского уровня? И если такая ставка у КамАЗа есть, то когда этого удастся достичь? Ну, скажем так, это для нас было условно вынужденное приобретение. То есть, так сложилось у нашего акционера основного Ростеха, что актив у него был лишний, было очень сложное финансовое положение, они попросили нас заняться этим делом. Почему я поддержал это направление? Это вот по той простой причине, что то движение под углублением локализации, которое ведет сегодня наше федеральное правительство России, оно направлено на усиление роли производителя автокомпонента. Мы от этого отходили. И когда мы взяли профессиональную команду в достаточно большое предприятие с объемом 18 миллиардов рублей свой периметр, включили его к себе, то мы получили в общем-то площадки, технологии и людей. Не все просто, поскольку ОТ в основном от автоваза зависит, там 75% продукции поставщик автоваза. Приходится работать и с автовазом, благо автоваз сегодня заинтересован в деятельности этого предприятия не меньше даже, чем мы, а может и больше. Соответственно, был сформирован антикризисный комитет, куда вошли представители КАМАЗа и автоваза, и мы вместе с автовазом де-факто управляем этим предприятием. Стабилизировали поставки, провели реструктуризацию задолженности, налаживаем производственные процессы. Сегодня проходила конференция по производственной системе КАМАЗ, годовая. Один из выступающих был директор завода «Моторсупер» из города Тольятти, входящего в группу ОТ. КАМАЗа, он уже впитывает то, что происходит на КАМАЗе и идут тем же путем, стараются развиваться. Это непростая задача, но стратегически в перспективе это направление, которое даст КАМАЗу достаточно большие доходы, рост объемов производства, повышение нашей капитализации и дополнительные производственные площадки в таких городах, как Тольятти, Домитровоград, во Владимирской области, в Рязанской области есть площадки очень неплохие с хорошим перспективным продуктом. Продолжение следует...